Мало соглашений, зато много критики было сегодня на Согласительном Совете в Парламенте. Критиковали нардепы в основном правительства, а именно предложенные им пенсионную, медицинскую и земельные реформы. Заодно и попиарились. Всех выслушала Ирина Романова. После майских каникул нардепы решили потрудиться в сессионном зале аж 8 дней подряд. На прошлой неделе работа получилась не очень эффективной. Может более продуктивной окажется эта неделя. В вторник первый блок – это вопрос о среде массовой информации и рекламы. В середину традиционно мы начнем с ратификации, но также будет предлагаться блок вопроса охраны здоровья. И в четверг блок вопроса, который был принесен с прошлого неделя – это вопрос информатизации. Главы коалиционных фракций, не триваясь от шпаргалок, конкретизируют, из каких законопроектов состоят анонсированные спикером блоки вопросов. Народный фронт закликает народных депутатов Украины поддерживать законопроект номер 53.13. Про внесение изменений до деяких законов Украины щодо умови аудиовизуальных средств массовой информации. Законопроект предбачает введение 75% квотового на умовление государственной мовы на украинском телебанке. А еще напоминают про законопроект проведения визового режима с Россией. Фракция партии Блок Петра Порошенко очень ретельно и додорозово обговорила на своих заседаниях, разом с представителями Министерства охраны здоровья и правительственного комитета, урядовые законопроекты спрямованы на реформу системы охраны здоровья. Выступила с инициативой создать рабочую группу для качественного и оперативного доопрацования внесенных урядов законопроектов. Впрочем, претензии у нардепов не только к медицинской, но и к земельной пенсионной реформам. Концепцию последней премьер презентовал парламентариям прошлую пятницу. Главная проблема, которая относится наполнения и дефицита пенсионной формы, фондов она залишилась под увагой урядов. Это можно сделать двумя шляхами. Створить новые рабочие места, чтобы 5 миллионов иммигрантов, которые поехали из краины, работали на наши пенсионные фонды. И второе – поднятие зарплаты внутри страны, потому что до этого привязаны выплаты в пенсионный фонд. Таким образом, мы сможем решить вопрос дефицита пенсионного фонда, не скорочуя количество пенсионеров, как, власно говоря, требует сегодня Международный валютный фонд. Они хотят фарсовать проведение земельной реформы. Земельная реформа – это продаж 72% земли украинской, которая есть сельскохозяйственной. По цене от 50 до 100 раз дешевше, чем рынковые цены в той же Европе. Мы хотим собрать до 10 миллионов подписей, и это будет, по сути, решением референдума против продажи сельскохозяйственной земли. Кроме презентации реформ, правительству еще предстоит считаться перед Радой за год работы, который стек еще в апреле, напоминает в оппозиционном блоке. Да пора бы вторят им в коалиции, но вот конкретную дату отчета называть не могут. С витуряда, вот те, кто, понимаете, на этом и знают, это очень большая процедура, которая начинается с того, что надаются данные в парламент. После того, соответствующие министры приходят на комитеты, после того, идет анализ этих материалов в комитетах и принятие решения комитетами. И то, что я знаю, на данный момент, этот процесс полным ходом идет. Сегодня я буду иметь пригод, чтобы встретиться с премьер-министром Владимиром Гройсманом и объяснить, когда будет эта дата. Кстати, любой депутат мог прийти на звезд уряда, который был в соответственном профильном комитете. Я его отведу, я получил все ответы на вопросы, которые мне интересны. Плутомовство плутократии, про то, что кто хотел, то и знает, кто хотел, то и почув. Это не что иначе, как уникание ответственности публичного опыта. Втеча от публичного опыта – это удар по легитимности уряда. Единственная конкретная дата, которую смогли назвать в коалиции – День отчета Генпрокурора. О том, как потрудилось ведомство под его руководством за последний год, Юрий Луценко расскажет нардепам в среду. Елена Романова, Владимир Самченко, Геннадий Аникиенко. Подробности – телеканал Интер.